Есть две заповеди, которые обозначил Иисус Христос как основные, ведь правда же, да? Единственное, он унес некоторые корректировки, потому что до этого эти две заповеди тоже были озвучены, но вторая заповедь, она звучала по отношению к соплеменникам. Иисус Христос, он внес понимание второй заповеди уже более обширно, когда он сказал возлюбить ближнего, как самого себя, и ближний для него стал любой человек, то есть не только. И на этих двух заповедях, в общем-то, все держится. Когда мы любим Бога, соответственно, когда мы любим людей, а любим не на словах, а любим своими делами, в общем-то, можно дальше с этим жить и что-то делать, правда, как-то развиваться. Но с другой стороны, не нужно бояться ошибаться, нужно понимать, что в любом случае мы будем ошибаться, мы всегда согрешаем, ведь правда же. Самое главное, чтобы наше сердце при этом было в правильном положении, когда мы ненавидим грех, когда мы хотим от этого избавиться. Тогда будет достаточно благодати, чтобы пройти все эти сложности для того, чтобы избавляться от греха. Но нужно понимать, что тогда, когда нам будет казаться, что мы уже чего-то достигли в нашей жизни, ну вот что-то у нас получилось, вот мы как-то так вот приблизились особенно к Богу, придут обязательно обстоятельства для того, чтобы показать, над чем нам надо дальше работать. Поэтому вообще это будет вообще процесс длиною в жизни. Тогда, когда мы будем стремиться угождать Богу, тогда, когда Бог будет произвести внутри нас изменения всевозможные и так далее. Ну а Дух Святой, я думаю, нам поможет и будет вести нас, правда. Будем надеяться на Божью помощь и на Божью благодать. Ну Божья свобода — это особенная вообще свобода. Она немножечко отличается от той свободы, которая приводит к греху, правда. Потому что Божья свобода — это тогда, когда ты проявляешь милость там, где у тебя есть все основания человеческие для того, чтобы милость не проявлять. Тогда, когда ты любишь врагов, когда у тебя есть все основания, почему этих врагов не любить и так далее. Вот как-то Божья свобода, она как-то по-другому действует, правда. Вот она не к греху ведет, она ведет, наоборот, к каким-то непонятным для мира поступкам и делам, и действиям, изменениям внутренним и так далее.